Приветствую вас! Вы знаете, я прочитал ваш вопрос, увидел даже ответы экспертов, вот. Наибольшая симпатия у меня, наверное, короткая эксперт Лидии, довольно она правильно вам все рассказала. Вот, мне кажется, что она, как всегда, дала исчерпывающий ответ по проблеме, которая у вас есть. Вот, я же все-таки не оспариваю ни в коем случае того, что она сказала, вот, хотел бы подойти к вашей ситуации немножечко, знаете, немножечко, ну, с другой стороны. Вы говорите о том, что не можете выкнуть из головы плохого мужа. Вот, смотрите, вы говорите, не могу выкнуть из головы плохого мужа. То есть, муж плохой для вас. Вы понимаете, что он плохой, совсем не помогал, не работал, пил и так далее. Хорошо? Значит, во-первых, если муж вел себя вот так, то, определенно, ну, не помогающий, не работающий, пьющий и исторящийся муж, это, по сути, ребенок. Да, правильно, наверное. Ребенок, который не несет за себя ответственность. Ребенок, который хочет, чтобы за него вы несли ответственность. Поправьте меня, пожалуйста, сейчас, если я ошибаюсь. Ну, если вы не собираетесь отвечать, то поправьте меня в своем воображении, да. Вот. Ну, я отрадую лучше свою мысль. Если ребенок, вот как там обычно бывает, да, если ребенок не несет за себя ответственности, то он что делает? Он перекладывает эту ответственность на другого человека, правильно? То есть, на вас. Вы, получается, как бы, эту ответственность на себя, ну, не знаю, если не принимаете, то вы, по крайней мере, берете. Вы берете ответственность на себя, на себя, за этого мужчину. И, по сути, у вас получается два ребенка. Ну, или, вот, вы видите, что, значит, через два года после родения ребенка вы развились, значит, у вас было два ребенка. Что происходит, когда человек, в данном случае вы, берет ответственность за взрослого человека и берет ответственность. Что происходит, что происходит, происходит то, что вы занимаете позицию родителя по отношению к мужчине. Ну, к сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению, вы занимаете позицию родителя по отношению к мужчине. А мужчина, соответственно, мужчина, соответственно, получает возможность вести себя как ребенок, то есть, не нести ответственность. Но вместе с этим, вместе с тем, что он не может нести за себя ответственность, вместе с этим, происходит и еще такая, на мой взгляд, ну, довольно серьезная проблема. Мужчина, не имея возможности, значит, нести ответственность за себя, ну, вот, как он это делает, да? Не имея возможности нести ответственность за себя, мужчина испытывает неудовлетворенность в том контексте, что он не может реализоваться, собственно, как мужчина. И из-за этого возникают определенные проблемы уже у него, у мужчин. Он не может реализоваться как мужчина, если он не может реализоваться как мужчина, значит, он пытается найти для себя способы реализоваться именно вот таким образом. То есть, как реализоваться как мужчина, он ищет для себя эти возможности. И он их обязательно, обязательно находит, конечно, через, только, скажем так, немножечко, ну, другую модель поведения. Через модель поведения реализации уже не с вами. Вы, не занимая подняться родителя, полностью лишаете, как бы, вы как бы лишаете себя возможности быть женщиной с этим мужчиной. И именно потому, что вы лишаете себя такой возможности, вы лишаете себя возможности быть женщиной с этим мужчиной, вы чувствуете себя, ну, скажем так, неудовлетворенной. Вы чувствуете себя неудовлетворенной. Вы чувствуете себя неудовлетворенной. И абсолютно никак ваша проблема. То, что эта проблема заключается в том, как вы умеете, как вы выстраиваете вообще отношения с мужчинами, как вы это делаете и в какой позиции, почему вы занимаете, значит, ну, с ней, с ней, с ней. Да, с мужчинами. Это вот очень важный момент, потому что, если вы, если вы действительно занимаете родительскую позицию, то нет ничего удивительного, к сожалению, нет ничего удивительного в том, что такая ситуация вот происходит. Ситуация, когда у вас именно вот такой мужчина, да, который, ну, который вот так себя ведет, ему не нужно вести себя просто напросто по-другому. Ему это не нужно, у него нет этой необходимости, вы ему сами не даете этой возможности по-другому. То есть это вот такой первый, ну, первый важный, на мой взгляд, моментов, первый из важных моментов, значит, которые, мне кажется, нужно обязательно раскрыть. Вот. Потому что, потому что, все-таки, это важно. Следующее. Почему, почему вы, наш сердце, почему вы нуждаетесь в зависимости, вы нуждаетесь своим мужем, не смотря ни на что, почему вы, по-прежнему, испытываете в нем потребности. Вы говорите, что внешне и в сексе, он для вас самый лучший. Внешне и в сексе. То есть, либо у вас довольно серьезное и важное предпочтение в, собственно, сексе, либо у вас таким образом через секс, значит, появляется возможность ощутить себя женщиной самой для себя. То есть, вы сами для себя чувствуете, что вы женщина, именно, вот, только, когда вас, вот, когда вы занимаетесь любовью, да, с мужчиной, который, ну, вот, вам нравится, который вас устраивает во всем и так далее. Вот. То есть, очевидно, что ощущение себя самой с вашим бывшим мужем и с новым молодым человеком различается. нужно понять, в чем непосредственные различия. В чем непосредственные различия в ощущениях, так сказать, в ощущениях, да, значит, между вашим мужем, скажем так, и тем мужчиной, с которым вы сейчас, например, находитесь в отношениях. То есть, в чем принципиальное различие. Вот, я бы хотел, чтобы вы на этот вопрос постарались ответить, ибо это очень важно. В чем различие различия вашими ощущениями с мужем и с молодым человеком, ну, с вашим молодым человеком, с которым вы, как бы, сейчас находитесь в отношениях. В чем различие именно по вашим ощущениям, да, в чем различие именно по вашим, как бы, ну, вот, как вы себя чувствуете. Вот это является ключевым моментом в понимании того, чего же вам не хватает для себя в отношениях к другим. Это следующий момент был. Далее. Далее. я бы хотел вам указать на то, на то, что значит, нельзя доставить себя полюбить кого-то, нельзя доставить себя полюбить кого-то, например, мужчину, нельзя доставить себя это сделать насильно. Я как хочу, чтобы вы это, ну, тоже постарались понять Нельзя заставить себя полюбить кого-то на сильно Вы можете, значит, сделать следующее Сначала вы можете стать просто-напросто независимым То есть все свои потребности реализовывать самостоятельно Которые у вас остались от, собственно, вашего же бывшего мужа И вот эти потребности, которые вы могли бы реализовывать самостоятельно, да Вот эти потребности, которые вам нужны, вы бы удовлетворили бы сами, да И, соответственно, если вы это делаете То вы становитесь, значит, свободны А становясь свободны, вы тем самым получаете возможность воспринимать человека без прикрас То есть становясь свободны, вы получаете возможность для себя В виде человека не в контексте сравнивания его, ну, с другим А именно в контексте понимания его уникальности Понимания его индивидуальности Понимания его самобытности Понимаете? И вот именно так вам, я думаю, и нужно будет себя произвести Это как бы, ну, такой, знаете, более правильный подход То есть вы не сможете никого полюбить, пока не догоняете те отношения Обношения те связаны с вашими потребностями То есть вы не можете обратить на кого-то другого внимания Потому что у вас есть нереализованные потребности, которые удовлетворял ваш муж Ну, надо понять, какие эти потребности, что они из себя представляют Подумать, как можно их удовлетворить И когда вы сможете это делать самостоятельно Вы просто-напросто перестанете надаться в своем муже И, скорее всего, вы постепенно, постепенно начнете его забывать Самый-то сейчас Вам о нем постоянно напоминает ваше желание И поскольку желание это то, что он никуда не уходит Желание нужно удовлетворять Желание нельзя подавлять Это чревато определенными последствиями Вот То, соответственно, то, что происходит с вами, это нормально И пока это происходит на другую мужчину Вы не сможете обратить никакого внимания Потому что все равно понятно Что любить и относиться серьезно к сразу двум людям невозможно Кого-то в этом случае обязательно приходится использовать И вы молодец Что осознаетесь, что другого своего молодого человека Который сейчас с вами в отношениях Вы, по сути, или используете Или могли бы использовать в своих целях Если бы попробовали бы насильно Через силы, переступая через себя Его пытаться полюбить Ну, или убедить себя в том, что вы его любите Вот Вот так, я думаю, можно вам помочь Ну, а в остальном В остальном, в принципе, справедливо то, что вам сказал эксперт И нет Это, очевидно, что родительская позиция, которую вы занимаете по отношению к мужчине Это, безусловно, родительский сценарий То есть сценарий родительского поведения Это отношение, соответственно, с вашими родителями А также Действительно, возможно, дело в некой психологической травме Которую, которая нанес вам ваш муж Также в вашей установке, может быть, предполагалось, что вот так, как вы разошлись со своим мужем Расходиться было нельзя То есть можно было разобраться по-другому Можно было о чем-то поговорить Можно было что-то решить Ну, иногда люди так думают И отсюда, соответственно, тоже Так называемый эффект незавершенности отношений И, соответственно, отсюда, опять же Синдром незавершенного действия И тогда, действительно, незавершенное действие нужно завершить вам С помощью психолога И тогда, наконец, вы завершите Это произойдет не сразу Это определенная работа Да и мысли по привычке могут возвращаться Опять же, к привычному ходу своему Ну, а если вы будете работать, то со временем И довольно, ну, довольно непродолжительное время Вам потребуется для того, чтобы вернуть свои мысли в привычное русло То есть в русло независимого человека Пока вы мыслите как зависимый человек Это не больная любовь и не стремление к мазахизму Ну, это элементарные потребности Плюс, может быть, немножечко идеализация Вот когда вы говорите, что внешне И секс он самый лучший То это, скорее всего, идеализация Но, опять же, идеализация тем-то обусловлена И в данном случае она обусловлена вашим образом мужчины И либо вы этот образ мужчины Остановите и меняете, делаете его более гибким Либо вы просто-напросто ищите того, кто Так же или приблизительно так же подходит под этот образ Но образ мужчины, опять же, идет из детства Это так называемый анимус, который формируется еще в детском возрасте На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы у вас остались Буду рад помочь Пишите в личку Если понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи! Субтитры создавал DimaTorzok